Всем привет, друзья! Это Давид с канала ArtStyle. P990, ребят, по тем временам это, конечно, был просто космос. Сейчас, по нынешним меркам, такое короткое мнение о телефоне, конечно, смешно на эти характеристики смотреть. Экран сенсорный, но сенсорный с помощью стилуса управления. Памяти 60 МБ. Правда, карта памяти до 4 ГБ своя, Sony M2, если не ошибаюсь, формат. Поддерживался это хорошо, до 4 ГБ, на тот момент это топовый был показатель для карт памяти. Можно было использовать клавиатуру, которая в телефоне, и снять вот эту внешнюю. Вот она откручивалась, в комплекте идет маленькая отверточка. Это было, конечно, ребят, очень круто. И можно было использовать клавиатуру либо такую, либо такую. Костя, конечно, вам сейчас расскажет об этом телефоне, я думаю, очень много. Подробно, интересно. Приятного просмотра, окунайтесь в прошлое. Это наша история, это 2007 год, ребята. И единственное, что в этом телефоне он такой, может быть, от старости, может быть, все они такие очень скрипучие. Я не знаю, как новый себя вел. Но аппарат по тем временам был, конечно, знаковый, интересный. И приятного вам просмотра. С уважением, Давид. Канал Растайл. Мое почтение, друзья. Идея создать гибридное устройство у компании Ericsson появилась еще задолго до объединения с Sony. Однако первый блин в виде модели GS88 Penelope был комом. Было выпущено всего 200 экземпляров, большая часть из которых была списана, и на текущий момент этот аппарат представляет коллекционную ценность. И без сомнения является настоящим раритетом. GS88 вошел в историю как первое устройство, официально названное смартфоном. До этого момента никто подобного термина не использовал. Наработки, заложенные в Penelope, были использованы в следующей модели Ericsson R380. На этот раз компания запустила девайс на рынок. Стоит отметить, что это было первое гибридное устройство на системе Symbian, которую многие в основном ассоциируют с компанией Nokia. Однако настоящий взлет компании на рынке смартфонов состоялся в 2002 году с выходом комбайна Sony Ericsson P800, который превосходил по многим параметрам своих конкурентов, таких как Nokia 7650 и Nokia 3650. Он был современен и эргономичен. Основным минусом этого устройства была высокая цена и небольшое количество программ. Дело в том, что Sony Ericsson решила пойти своим путем и применила пользовательский интерфейс UIQ, который в отличие от S60 мог похвастаться сенсорным дисплеем. Работает P800 на процессоре ARM9 на частоте 156 МГц. Подобный камень также используется для последующих моделей Sony Ericsson P900 и Sony Ericsson P910, вышедших в 2003 и 2004 годах соответственно. С каждым годом конкурентов у флагманов Sony Ericsson становилось все больше и больше. Если первые три модели конкурировали в основном со смартфонами Nokia, то на момент выхода долгожданного P990 место на рынке стали завоевывать коммуникаторы на Windows Mobile, большая часть из которых была произведена компанией HTC. Поэтому от Sony Ericsson P990i ждали больше, чем от предыдущих моделей. Многим было интересно, сможет ли новый флагман стать бестселлером среди смартфонов и коммуникаторов того времени. Данный аппарат мне подарил не так давно один из подписчиков. Огромное спасибо, Владимир! Благодаря вам стал возможен этот выпуск. Продавался аппарат в упаковке серого цвета, на передней части которой был изображен полноразмерный принт модели и ее название. Кодовое имя аппарата Гермиона. Так звали одну из главных героинь романов о Гарри Поттере. Случайно или нет? Как думаете? Многим было интересно, что означает буква А в названии устройства. Дело в том, что выпускалось три версии этой модели для различных рынков. P-990C для Китая, P-990A для Северной и Латинской Америки, а во всем остальном мире, включая Россию, аппарат продавался как P-990I. Отличия были в основном в языках клавиатуры и частотах GSM. Производился девайс только в одном свете, премиум Silver, а собирали его во Франции. Да, были времена, когда Sony Ericsson собирали на родине Д'Артаньяно. Комплектация этой модели это хороший пример того, как оснащались флагманы тех лет. Итак, в комплекте имеется CD-ROM. Сейчас уже диски, конечно, устарели, но в то время без них не обходился ни один флагман. И не только флагман. Очень подробное руководство по эксплуатации на 190 страниц. Краткое руководство с ключевыми моментами. Листок Fun & Downloads, в котором предлагается зарегистрироваться на сайте Sony Ericsson, чтобы получить еще больше впечатлений от общения с аппаратом. Также предлагается приобрести беспроводные гарнитуры. Кстати сказать, DS970 это моя самая первая беспроводная гарнитура. Брошюрки с более подробной информацией о беспроводных гарнитурах. Информация о сертификации продукта. Далее информация о сервисе PlayNow, который предлагал скачивать контент за деньги. И сведения об удельном коэффициенте поглощения электромагнитной энергии. Благодаря сохранившемуся гарантийному талону, можно узнать, что аппарат был куплен в Евросети в 2007 году. Также в комплекте зарядное устройство с фирменным штекером для FastPort. Крэдл, благодаря которому можно заряжать устройство и синхронизировать его с Большим Братом одновременно. USB кабель для синхронизации. Запасной стилус. Да, иногда владельцы их теряли. И производители часто клали в комплект два стилуса. Далее адаптер для карт памяти Memory Stick. И крышка для замены панели. Кстати, в комплекте еще шла отвертка. Если покупатель не хотел использовать Flip, то вместо него можно поставить вот такую крышку. Что, в общем-то, большинство пользователей и делало. Помимо этого, в комплекте были, но в данном случае не сохранились, стереогарнитура и ремешок на руку. Не хватало разве что чехла для полного счастья. Внешний вид аппарата в целом сохранил черты трех предыдущих моделей. Главное отличие от P910 заключается в том, что QWERTY клавиатура находится на самом корпусе. P910 располагалась на внутренней части Flip. Выполнен аппарат преимущественно из пластика. Металлическое покрытие имеет только рамки передней панели. Сделано это из-за практической части. Крышка Flip со временем бы просто разбила пластиковые рамки. Со временем металлическое покрытие стиралось. И можно было разглядеть, что под ним находился также пластик. Кстати сказать, ту самую крышку Flip не очень любили. Она делала аппарат неуклюжим и более громоздким. Поэтому ее часто просто снимали. Кстати, давайте сейчас также снимем ее. Так как все равно закрытым флипом, кроме звонков, аппарат по сути ничего не умеет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Центральное место в корпусе аппарата Занимает дисплей диагональю 2,76 дюйма с QVGA разрешением Под экраном расположена QWERTY клавиатура В верхней части экрана камера для видеозвонков Голосовой динамик И в правой части индикатор заряда и событий На левой стороне смартфона находится кнопка быстрого запуска музыкального плеера Кстати сказать, приятной особенностью является то, что нажатие на эту кнопку можно построить под свои требования Jog Dial, который стал несколько упрощен по сравнению с предыдущими моделями Если раньше он был 5-позиционным, то здесь только 3-позиционным И чтобы как-то это компенсировать, производитель чуть ниже разместил физическую кнопку назад Но тем не менее, полноценным Jog Dial пользоваться было гораздо удобнее Ну и в нижней части левой стороны находится ползунок блокировки клавиатуры На правом торце расположена аппаратная кнопка браузера Её так же, как и кнопку музыкального плеера, можно переназначить под свои требования Выбор, конечно, небольшой, но хорошо, что имеется подобная возможность Несмотря на то, что на момент выхода этого аппарата у Sony Ericsson уже были устройства с поддержкой карт памяти формата M.2 В P990 используются карты Memory Stick Duo Но это, наверное, был только плюс, потому что карты старого образца были более популярны В комплекте изначально шла карта памяти на 64 МБ Но я знаю, что аппарату были по зубам карты и на 8, и на 16 ГБ Чуть ниже находится кнопка камеры и светодиод, который загорается при фокусировке В нижней части располагается фирменный разъём FastPort и микрофон А верхний – инфракрасный порт и кнопка Power На тыльной стороне можно увидеть двухмегапиксельную камеру со вспышкой и зеркальцем для автопортретов Динамик и спрятанный под заглушкой разъём для подключения внешней антенны В нижней части находится резиновая полоска, не дающая смартфону скользить по ровной поверхности Громкость и качество динамика заслуживают всяческих похвал Камера скрывается под круглой поворотной крышкой Такое решение в то время не было новым и уже использовалось в некоторых устройствах Sony Ericsson При открытии камеры она запускается автоматически Камера была весьма продвинутой, она имеет автофокус, режим макросъёмки По качеству съёмки P990 приближался к камерафону Sony Ericsson K750 У которого была одна из самых лучших камер в то время Но если фотовозможности были хороши, то видеосъёмка не была сильной стороной этого аппарата От флагмана, вышедшего в 2006 году, ждали больше, чем у VGA качества 15 кадров в секунду Стилус, расположенный в верхней части тыльной стороны, очень плотно фиксируется И это, конечно же, защищало его от потери Под съёмной крышкой находится литий-полимерная батарея На текущий момент с маркировкой BST33 на 950 мАч Хотя изначально аппарат поставлялся с более ёмким аккумулятором на 1120 мАч Средним одного заряда хватало на пару дней Под аккумулятором расположен слот для Mini-SIM Дисплей аппарата имеет QVGA разрешение Это был шаг вперёд по сравнению с предыдущими моделями И разрешение было 208 на 320 пикселей Телефонная часть устройства никогда не вызывала никаких нареканий Поэтому до сих пор есть люди, которые используют его в качестве второго в наши дни В него отличный приём сети и превосходная передача голоса При снятом флипе номер набирается при помощи сенсорной клавиатуры Да, экран резистивный, но никаких проблем не возникает, чтобы набрать номер пальцами Виртуальные клавиши большие и расположены далеко друг от друга Работает аппарат на системе Symbian 9.1 с графическим интерфейсом UIQ 3.0 Интересной является возможность этого аппарата переходить к некоторым действиям, минуя главное меню Например, можно создать новый контакт, заметку или включить Bluetooth Также прямо отсюда можно регулировать громкость для разных событий Отображение главного меню возможно в виде сетки или списка Многие любили смартфоны на Symbian за практически неограниченную телефонную книгу, которая могла удовлетворить потребности любого пользователя Здесь имеется огромное количество информационных полей, а для каждого контакта можно поставить персональную мелодию на вызов Что касается набора текста, то тут существуют различные варианты, такие как физическая клавиатура Виртуальная А также рукописный ввод А если хочется выразить свои чувства графически, то можно использовать любой из множества смайликов Работает устройство на базе процессора PNX 4008 с частотой 208 МГц от компании Philips Имеет 128 МБ флеш памяти и 64 МБ ОЗУ Но если постоянную память можно было расширить при помощи Memory Stick, то с оперативкой была просто беда Так как из 64 МБ пользователю было доступно только 16 Это просто крохи, из-за чего были тормоза, а запущенные приложения постоянно вылетали Это конечно же было одним из самых больших минусов этого аппарата Но были приятные моменты, например музыкальный плеер здесь точно такой же, как в аппаратах Walkman У него приятный интерфейс, поддержка списков воспроизведения с возможностью случайного и циклического воспроизведения Помимо этого в плеере имеются богатые настройки эквалайзера, включая мегабас Качество звука очень хорошее, но у Sony по-другому бывает редко Выделенного разъема здесь нет, поэтому для прослушивания музыки использовались всяческие переходники Или как вариант беспроводные наушники Sony Ericsson стала одной из первых компаний, продвигающих беспроводное аудио Но если с проигрыванием аудио все понятно, то как дела обстоят с видео? А с видео также все хорошо Аппарат воспроизводит видео, записанное в VGA разрешением 30 кадров в секунду Этого вполне достаточно для комфортного просмотра фильма Я просто не ожидал Я думал меня в Москву пошлют А мне очень хочется увидеть товарища Ленина А товарищ Ленин Очень хочет видеть вас В родном кишляке Также девайс снабжен стерео-FM приемником С поддержкой РДС Работает радио при подключении наушников Или также можно использовать Колонки Коротко о свежих новостях Допустим, да, город Карабаш Где мы планируем во всех аспектах жизнедеятельности Карабаш Что касается беспроводных коммуникаций То помимо инфракрасного порта и Bluetooth Аппарат может работать в сетях третьего поколения Хотя в то время, когда P990i продавался в России Большей популярностью пользовалась пакетная передача данных Edge Которая, к сожалению, отсутствовала в устройствах Sony Ericsson В том числе и в этой модели Также аппарат поддерживает Wi-Fi Правда подключиться сейчас можно разве что к домашнему роутеру Встроенный браузер считался одним из лучших мобильных браузеров Однако пользоваться им сейчас Это просто пытка, которую не пожелаешь даже самому злостному врагу Но это вовсе не значит, что имея на руках Sony Ericsson в 2018 году О загрузке веб-страниц можно забыть Благодаря поддержке Java скачиваем Opera Mini и радуемся Разница по сравнению со штатной Оперой Просто небо и земля Что касается приложения для организации повседневной жизни То мне очень нравится возможность делать обычные заметки от руки Как в карманных компьютерах Разумеется, в аппарате имеется калькулятор, календарь, секундомер, таймер, диктофон и будильник Из оригинальных приложений отмечу Music DJ С помощью которого можно создавать свои полифонические мелодии Давайте для примера создадим какую-нибудь мелодию Продолжение следует... Ну а теперь посмотрим, как это звучит Ну, по-моему, вполне неплохо Symbian это многозадачная система, которая позволяет переключаться между приложениями с помощью диспетчера задач Который содержит две вкладки В первой можно увидеть недавние приложения, а во второй запущенные Между которыми можно переключаться и при необходимости завершать Несмотря на великолепные мультимедийные возможности Sony Ericsson P990i это в первую очередь бизнес-смартфон И поэтому поставлялся с некоторыми предустановленными приложениями для бизнеса Например, QuickOffice, представляющий собой комбинированный редактор документов Word, Excel и PowerPoint Также с коробки было включено приложение для просмотра PDF-файлов Но открываются они так медленно, что можно уснуть Да и просматривать подобные документы на смартфоне, я думаю, целесообразно только в самых крайних случаях Снимая обзор о смартфоне Sony Ericsson, причем это один из немногих аппаратов с графическим ускорителем Я, конечно, не могу не показать, как на нем идут игры Конечно, игр, да и вообще приложений для UIQ-версии 3.0 было выпущено минимальное количество Тем не менее, неплохие игрушки для этой системы найти можно было Даже 3D-игры, такие как «Братья по оружию», например Sony Ericsson P990i был одним из самых долгожданных смартфонов 2006 года Но новая версия UIQ, несовместимая с предыдущими моделями, маленький объем оперативной памяти, упрощенный джок-дайл и многое другое Оттолкнули от покупки многих поклонников компании А для неопытных пользователей интерфейс UIQ 3.0 был слишком замороченным по сравнению с смартфонами 60-й серии Но как бы то ни было, даже спустя 12 лет после выхода о Sony Ericsson P990i продолжают вспоминать И это значит, что он оставил яркий свет в истории В 2007 году был представлен Sony Ericsson P1i, в котором производитель убрал многие недоработки P990i Например, увеличил объем оперативной памяти Но, к сожалению, на P1i закончилась история P-серии Во многом это было связано с банкротством компании UIQ Technology На этом всё, надеюсь, что это видео вам понравилось Если это так, отметьте лайком В следующем выпуске мы снова встретимся с представителем платформы Symbian Но это уже будет представитель более распространенной 60-й серии Будьте счастливы, друзья! Главное не забывайте, всё самое интересное ещё впереди Всего доброго! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова